Приветствую всех друзей канала Farnax Film Мы сегодня находимся в секретном бункере на производстве компании TMF где нашему взору представлена новейшая разработка отопительная печь Мангазея печь крайне интересная не только своим внешним видом но и историей создания и богатым внутренним миром в начале нашего ролика хочу поблагодарить Константина Бессонова создателя этой печи за то что он таки разрешил присутствовать на оптном производстве компании TMF и воочию убедиться в том что это действительно очень интересная и перспективная новинка компании Как утверждает создатель этой печи у нее нет прототипов и действительно я думаю что многие со мной согласятся что ничего подобного в ассортименте других производителей как отечественных так и зарубежных пожалуй не найдется форма необычная и на ее разработку ушло более двух лет но что бросается в глаза при первом взгляде на эту печь она мне не кажется огромной несмотря на то что эта печь действительно очень большая у нее очень глубокая объемная топка сюда входят большие дрова но печь сужается и выглядит очень изящно при взгляде именно сверху с высоты человеческого роста формы сложные и печь составлена из нескольких чугунных изделий закрепленных между собой если смотреть сверху вниз дизайн одной части переходит в другую и так идет сверху вниз до плода печи и ножек которые аккуратно встраиваются в элегантный дизайн когда я готовился к этому ролику к поездке на производство ТМФ для того чтобы снять эту печь я конечно же вооружился и рулеткой для того чтобы обмерить ее посмотреть более подробные цифры изучил сухие цифры из пресс-релиза компании которые они выслали мне перед этой съемкой но знаете я сегодня не хочу рассказывать о каких-то ее характеристиках о каких-то ее технических достоинствах я хочу чтобы мы вместе с вами просто посмотрели на эту печь и я думаю что каждый в ней найдет какие-то свои ассоциации которые рождаются при взгляде на эту печь например у меня это горбы верблюда это перевернутый бинокль для кого-то это будут другие ассоциации как мне сказали дамы которые впервые увидели эту печь увидели в ней очень красивое пирожное стенки его похожи действительно на шоколадный пудинг кому-то эта печь напоминает сдвоенную градирню из которой валит густой пар на ТЭЦ весь этот богатый набор ассоциаций позволяет встроить эту печь практически в любой интерьер загородного дома от классического до экспериментального авангардного до самого простого лофта со спартанской обстановкой печь крайне интересная для того чтобы составить о ней полноценное мнение ее конечно же лучше увидеть воочию я думаю что со дня на день эта печь появится в наших магазинах магазинах фарнакс ждем всех гостей ждем просто любопытствующих для того чтобы они оценили этот новый не побоюсь этого слова шедевральный дизайн эта печь одна из немногих формы которой будут интересны как при взгляде издалека так и при ближайшем рассмотрении дизайн настолько продуман до мелочей что на эту печь можно смотреть вечно легкие орибрения дверцы которые напоминают зубчатые передачи шестеренок крайне скрупулезно изготовленное отлитое название печи мангазея чего стоят только боковые стенки этих отливок они волнообразные струящиеся и выполнены идеально точно но эту печь можно смотреть очень долго особенно конечно когда горит огонь в отличие от многих других изделий эта печь будет очень интересно смотреться при островном расположении потому что ее дизайн позволяет наблюдать ее красоту со всех сторон кстати о серьезности проработки формы этой печи можно судить по тому как реализован створ дверцы он не плоский а криволинейный и сама дверца тоже имеет фигурную форму пищу хочется не только любоваться но и трогать гладите ее но конечно же при работе печи это сделать будет невозможно потому что она разогревается до высоких температур а печь действительно очень мощная в нее входит очень много дров и она конечно же может отапливать очень большое помещение по заверению разработчиков отапливаемый объем до 400 кубических метров то есть это не только красивый элемент декора загородного дома но еще и мощный источник тепла у печи мангазея возможны два варианта окраски это черная бронза с такими яркими блестками в краске и классический черный цвет также из приятных и очень элегантных опций это возможность использовать в качестве нагревательной поверхности стекло керамику либо обычные чугунные кольца всегда приятно получить возможность познакомиться с внутренним устройством печи имея вот такой вот разрез и чаще всего если печь имеет оригинальный внешний вид то внутреннему устройству относятся по остаточному принципу крайне простое решение обычный пламя отбойник и выход дымохода но здесь ситуация абсолютно иная и даже при взгляде на внутреннее устройство появляется ассоциация с дорогой дизайнерской одеждой где внутренняя подкладка где внутренний крой выполнен очень элегантно и выглядит не менее изящно чем внешне в само изделие первое конечно на что следует обратить внимание эта форма пламя отбойника но конечно же роль у пламя отбойника не только поразить своим внешним видом своей конструкцией а правильно направить потоки пламени для того чтобы они максимально эффективно отдавали тепло стенкам топки но вот здесь открывается совершенно изумительный вид на внутреннее устройство печи на пламя отбойник языки пламени будут облизывать его слева и справа завихряться и ударяясь в свод печи будут выходить выход дымохода устройство распределения подачи первичного воздуха в зону горения язык не поворачивается назвать его колосняком взята он другой знаменитой печи компания тмф огонь батарея идея просто максимально эффективно нагреть стенки топки печи соответственно само горение должно быть максимально близко у этих стенок и мы подаем воздух необходимый для горения не столько в центр закладки сколько по бокам туда где он действительно необходим первую очередь очень интересно мне показался способ установки трубы на эту печь выход дымохода реализован в виде байонетного соединения используется вот такая вот чугунная вставка которую при желании и наличии технической возможности я думаю производитель ее в скором времени предоставит можно использовать под установку разных диаметров труб конкретно этот переходник я думаю что можно назвать эту деталь переходником изготовлен под трубу диаметром 115 миллиметров подключение дымохода реализовано по схеме по конденсату для того чтобы не нарушить красивый внешний вид печи даже если в дымоходе образуется конденсат он будет стекать по внутренним стенкам трубы внутрь печи масса печи более 100 килограммов около 110 но это неудивительно потому что толщина стенок изготовленных из качественного чугуна не менее 10 миллиметров раз уж мы взяли рулетку в руки можем посмотреть на предполагаемую длину дров от края до края не меньше 50 сантиметров а створ дверцы тоже створ дверцы тоже очень большой больше 25 сантиметров ну и высота позволяет заполнить топку целиком дровами и тем самым сделать длительность горения достаточно долгим можно часами и разглядывать рассматривать и находить какие-то новые детали этот небольшой язычок отвечает за подачу воздуха в печку если мы будем его выдвигать сильнее и сильнее мы увидим что это очень удобная ручка массивного огромного ящика зольника который также имеет очень необычную трапециевидную форму в сечении огромный ящик сольника просто на 5-6 протопок точно его хватит да и его не видно друзья обязательно следите за новостями на нашем сайте за новостями в соцсетях подпишитесь на них ведь там вы узнаете о поступлении этой печи в наши магазины магазин фарнакс всех тех кого заинтересовала эта новинка от компании тмф ждем в гости магазина фарнакс заходите на сайт фарнакс точка ру изучайте характеристики печи заказывайте ждем вас всего доброго до свидания а